Всем привет! В эфире ФК Уфа ТВ. Каждые три часа мы рассказываем о самом важном и интересном из жизни главной команды республики. Мы начинаем! Реконструкция стадиона «Дефтяник» перешла в заключительную фазу. А вот резервное поле нашего стадиона уже готово. И совсем недавно там прошел очень интересный товарищеский матч. Что называется «обновить поле» вышла сборная команды руководства ОАО «АНК Башнефть» и руководящий состав футбольного клуба Уфа. На поле с капитанской повязкой нашу команду вывел заместитель премьер-министра республики Башкортостан, президент футбольного клуба Уфа Магадеев Марат Шарифович. Пару нападений ему составил генеральный директор клуба Шамин Камилович Газизов. Исполнительный директор Уфы Шайбеков Ренат Шамилевич расположился в защите. Помимо руководства ЗФК Уфа сыграл тренерский и административный штаб горожан. Тренеры основного состава Игорь Колыванов, Виктор Лосев, Юрий Перескоков и главный тренер молодежки Сергей Тамаров придали матчу дополнительной зрелищности. Административный штаб во главе со спортивным директором Ильдусом Бигловым и начальником команды Артемом Кашубой добавили стабильности в игровых линиях нашей команды. Матч проходил в формате 14 на 14. Команды сыграли два тайма по 30 минут. Уфа усилиями Сергея Тамарова достаточно быстро вышла вперед. Однако руководство Башнефти не думало сдаваться и уже до перерыва сумело не только отыграться, но и повести в счете 2-1. В перерыве футбольный клуб Уфа внес срочные коррективы, которые не замедлили сказаться уже в самом начале второй половины встречи. Сначала тренер Уфы-2 Альберт Лукманов сравнял счет, а затем в ворота Башнефти был назначен пенальти за игру рукой. И пусть сам 11-метровый реализовать не удалось, но тут как тут снова оказался главный тренер Уфы-молодежной Сергей Тамаров. Футбольный клуб Уфа вышел вперед 3-2. Но все-таки это был товарищеский матч. Команды были примерно равны по силам, поэтому справедливым итогом встречи все-таки стала ничья. Руководство Башнефти отыгралось на последних минутах матча и сделало это тоже с пенальти. Ничья 3-3. Как никогда к такому матчу подходит определение «Победила дружба». Вы знаете, всегда приятно играть, когда дружеская обстановка. Понятно, что идет соперничество на поле, но все-таки здесь присутствует. Я благодаря компании Башнефти, что они сыграли в этот клуб «Инфами» с Павловской Федерацией. Я думаю, что это страннейшие какие-то наши движения. Движения футбола и спорт. Футбольный клуб «Уфа» продолжает акцию «День футбола», во время которой представители нашего клуба посещают средние школы города Уфы. Проводят там тематические уроки, классные часы, награждают победителей конкурсов и лучших учеников. В этот раз объектом акции стала средняя школа номер 61. 61-я школа установила своеобразный рекорд. Ее посетили сразу пять наших футболистов. Капитан команды Азамат Засеев, Николай Сафрониди, полузащитники Иван Пуревич и Эммануэль Фримпонг, а также нападающий Диего. По традиции было проведено несколько тематических уроков. Урок английского языка в этот раз вел Эммануэль Фримпонг. Причем Эммануэль не ограничился обычными ответами на вопросы, а сам давал школьникам задания, чтобы они могли попрактиковаться в английской речи. Впервые за время акции наши легионеры провели урок немедленно. Конечно, преподавателем выступил Иван Пуревич, который родился в немецком городе Эссен, является воспитанником дортмундской Баруси и в совершенстве владеет немецким языком. Как вы думаете, что вы думаете о башкирском есене? Да, это очень специально. Я уже спросил, кто-то в других интервьюх, как это происходит, особенно с русским есеном. Это хорошо, я могу это есен, но надо sich daran gewöhнуть, для вкус. Ну а Диего уже является специалистом по географии Южной Америки. Правда, в этот раз урок быстро перешел в фазу свободного общения учителя с учениками. Ну а в конце состоялось торжественное мероприятие в актовом зале школы, которое собрало более 300 школьников самого разного возраста. Здесь каждый ученик смог задать абсолютно любые вопросы нашим футболистам. Давайте расскажем, сколько он вообще в кубках выиграл. По броне есть, Николай. Сколько кубков ты выиграл? Два. Два, а что это за кубки? Лига чемпион? Кубок примерно. Два раза. Диего? Ну ладно, нолик. Поприветствуем Диего. У него еще все в победе. Я не помню, по-моему, тоже ноль. А замах за сей вроде бы тоже ноль. У него тоже еще все впереди. Иван Пауреевич. И Эммануэль Фринпонг. Сколько это вы кубков? Время. Время. How much cups you want? Cups? Yeah. Cups. Cups. 2. Два кубка он выиграл. А что это за кубки? Кубок Англии он выиграл. Такой момент для всех информации, в принципе, я так понимаю, да? У нас, у Николая Сафрониди 8 мая родилась девочка. Николай, как назвали? София, это вторая дочка, первую Мария зовут. Спасибо вам за подозрение. Потом настала пора награждений. Подарки от футбольного клуба Уфа получили авторы лучших рисунков и авторы лучших вопросов. Конечно, школе подарили новый футбольный инвентарь. И здесь не обошлось без веселого казуса. Это от футбольного клуба Уфа. Школе мы дарим немножко инвентаря. И так раз мы сюда его раскидываем. Дети! Господа! Мячик! Мячик положили на родину! Мячик положили! Ну а потом классическая автограф-сессия и самая массовая за дни футбола общая фотография с футбольным клубом Уфа. Николай, ну ты первый раз участвовал в дни футбола от ФК Уфа. Какие твои свежие впечатления об этом мероприятии? Ну, впечатления, положительные эмоции. Я думаю, детям, почаще ему надо приходить сюда. Не только нам, но, я думаю, может и тренерскому штабу прийти. К президенту, всей командой приходить сюда. Я думаю, много радости доставили детям. Поэтому надо чаще делать такие мероприятия. А ты скажешь честно, ты ожидал только, что будет такой ажиотаж? Честно, нет. Я думал урок провести. Мне сказали, что в школу надо пойти. Я думал урок провести в физры. А тут от директора до вахтерши все пришли. То есть вообще очень приятно. А что-нибудь тебя удивило? Много вопросов сегодня было? Какие-то неожиданные вопросы были? Ну, приблизительно понимали, что такие вопросы были. Там же от первого класса до одиннадцатого. Поэтому задают вопросы. Разные вопросы. Ну, еще не по этому мероприятию. Расскажи болельщикам, как дела у маленькой Софии? Ну, растет. Уже забрали с роддома. Дай бог, все нормально будет. Летом привезут сюда семью. Твои впечатления о сегодняшнем мероприятии? В английском я говорю. Но в русском языке немного. Очень хорошее. Отличное мероприятие. Интересный опыт. Я попробовал себя в роли учителя немецкого языка. Мне очень понравилось, что вас в стране изучают не только русский и английский, но и немецкий язык. И такой сразу вопрос. А как, на твой взгляд, познание русских детей в немецком языке? Какой уровень? Было очень хорошо. Ребята были достаточно юные, однако они практически все понимали и достаточно неплохо изъяснялись. Думаю, еще 3-4 года занятий и они будут владеть немецким языком очень хорошо. А до сегодняшнего момента у тебя была возможность в Уфе попрактиковаться в немецком языке или это первый случай? Первый случай. Это первый случай. То есть было приятно с одной стороны, да? Да, да, да. Очень приятно. Мы с большим удовольствием, с такой, с инициативой поддержали все это. Сами видели, свидетелями были адреналин, положительный заряд, положительные эмоции, что требуется все. То есть как вы считаете, детям понравилось это мероприятие? Я считаю, понравилось. То есть мы с вами видели, горячие глаза, интерес, самое главное, это если что. То есть вы можете порекомендовать другим директорам наших фимских школ, что им подобные привести? Такие подобные, конечно. Почему же нет? Это же положительный заряд, что еще надо. А сразу после школы наши футболисты посетили стадион «Нефтяник», где впервые побывали в своих будущих раздевалках и посмотрели главное поле. Раздевалки. Вот раздевалки. Это гостей раздевалка? Это гостей раздевалка. А что она маленькая, нет, Николай? У гостей будет маленькая. Идем? У гостей будет маленькая. Уже поманы лежат. Все есть. Премьер-лига. Ну, как лучше? А есть? Стрелянный футболистик здесь. Стрелянный футболистик здесь. Прямо лучше там, да? Да. Уфа, уууу, премьер-лига. Сафа, капитан. Next. Чай, кофе, банана. Ну, как, Азамат? Первое впечатление. Пойдем? Пойдем? Идем посмотрим нашу раздевалку. А что, у нас поинтересней еще, да? У нас поинтересней. Вон, Супронидия уже там. Там же раздевалка, нет? Вот оттуда тоже есть. Даже не верится, если честно. Ты дома? Да. Ну, как, Никас? Бомба. Николаевич, а это как? А это пляжку давно стелили? Ты сразу вон там место занимай себе в углу. В углу, чтобы мы зажимали меня в угол. Премьер-лига, уфа. Большой деньги. Диего, большой деньги. Ты только деньги, ты футбол играй, деньги. Футбол, money, бро. Доллар падает нормально, что ты? Большой доллар. Фримпо, no доллар, no money. Фримпо, капчури, no money. Идем на поле. Следующий этап реконструкции. Карпотом? Да. Вот так будет срезаться пол, поле утаптываться, трибуны удлиняться чисто по футбольной руле. А это козырек? Это мира. В чемпионе? В чемпионе? В чемпионе, да? В 45-м году. Серьезно, а козырек мы сделали уютно было бы, нет? Вот так здесь. Да, наверное, как собирать козырек? А что, его еще собирать? Да, сейчас принято декоративно. А, а, вот так сделать. Если длика, ой, длика, 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 длика. Что-что? Папка. С той стороны будет левые панели. С этой стороны будет левые панели. Что, один? Я, наверное, на паспорт? Нет, лучше один. На этом все. В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа. Не забывайте, наша республика, наша команда. Все самое интересное еще впереди. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»